Всем привет! Сегодня мы с вами проверим производительность телефона Xiaomi Redmi 4. Это средняя версия на процессоре Qualcomm Snapdragon 430. Здесь у нас 8 ядер Cortex-A53, видеоускоритель Adreno 505 и 2 гигабайта оперативной памяти. И чтобы это было нагляднее, я включу программку, которая показывает количество FPS. Начнём с игры Asphalt 8, и все игры я буду тестировать на максимальных настройках графики. FPS у меня в верхнем правом углу, 19, 21, 25. То есть вы видите, что на максимальных настройках FPS проседает ниже 30, бывает даже ниже 20. Но при этом, вот так я сейчас играю, не очень это заметно. И я бы даже, наверное, играл на самых максимальных, не стал снижать, потому что действительно на глаз сложно определить, что какие-то просадки есть. Картинка довольно плавная. Вот 31 сейчас я видел, было 25, 31. Ну, то есть вот такой вот плавающий FPS в районе 30-25 кадров. Следующая игра World of Tanks. Здесь вообще с FPS всё в порядке, 50, 48. 47. Вот сейчас было 35. То есть, конечно, тоже прыгает FPS, но даже на максимальных играть можно. Модерн Комбат-5. Модерн Комбат-5. Тут просадки до 21. О, ничего себе, его как раскорячило. В общем, конечно, 21 это не Комбат-5, ребят. Ну вот, 31 сейчас, хотелось бы побольше. Ну, в принципе, ниже 20-ти, как я вижу, не падает, это уже хорошо. Всё-таки телефон не самый дорогой. Не, нормально, нормально. Большую часть времени нормально идёт, вообще никаких тормозов тоже не чувствуется. Видите, 29 стабильно. Далее у нас игра Nova 3. 19 FPS было сейчас, 27-25. Ну, в основном он тоже держится около 27-ти, где-то вот так вот. Иногда бывают просадки, во время стрельбы особенно. Реал Рейсинг 3. Здесь щёчка FPS будет с левой стороны. И, как вы видите, сейчас 19, 20, 17. Здесь уже похоже. И здесь прям чувствуется, да, что недостаточно, недостаточная плавность. 17 даже. Да, нет, 13. Что-то с Реал Рейсингом вообще беда. Хотя игрушка, в принципе, она уже старая довольно-таки. Ну-ка, давайте посмотрим на качество. Графики, да, отражение есть, но тут тоже качество нельзя настроить в Реал Рейсинге. Оно здесь само автоматически подстраивается под телефон. То есть, если он распознаёт, что телефон у вас достаточно мощный, он выставляет в хорошее качество. Вот такая вот игра. Дальше у нас идёт игра, очень похожая на Counter-Strike. Это игра Modern Strike. С хорошей графикой. Как вы видите, здесь комфортный... Блин, не успел я, меня убили. Комфортный FPS 60. Вообще ничего не тормозит. Как раз такой FPS и нужен для шутера, чтобы быстро всё делать. Вот ещё раз давайте посмотрим. Вот сейчас уже 23, 35. Смотрите, что-то я рано его нахвалил. 39, 33, 41. Так, когда... Вот, 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 пошло, пошло. Замес. Ну, короче, от 6... От 30 до 60. Ещё один шутер. Это называется Bullet Force. И эта игра похожа на... На Battlefield. Мне кажется. Здесь у меня, к сожалению, счётчик FPS почему-то заблокировался на одном. Но... Если вы видите, да, то вообще никаких подвисаний нет. И ещё одна игрушка, тоже на максимальных. Это GTA San Andreas. Тут, к сожалению, тоже нет счётчика, потому что он у меня почему-то... Перестал работать адекватно. Ну, вроде всё отлично идёт. Видите, какое-то отражение на машинах. Всё есть. Блин, не успел. Вот это возьму. Да, всё отлично. Даже когда в машину садишься, начинаешь быстро ехать. Всё идёт шикарно. Так, и последняя игра это FIFA 16. Здесь, к сожалению, счётчика нет, потому что он у меня что-то загнал. Телефон начал перезагружаться. Поэтому я его выключил. Ну, а здесь вот буду говорить чисто свои впечатления. Опа-опа, хорошая атака пошла, блин. Чуть-чуть не получилось. Здесь всё идёт отлично. Так. Сейчас давайте я попробую всё-таки забить гол. Давно уже не играл в эту игру. Уже забыл, как мяч отбирать. А, вот, всё. Так, ну и всё, давайте в контратаку. Быстренько сейчас я быстро им забью. Раз. Ну. Ах, не получилось. Не, не получилось. В общем, ребят, как вы видели, телефон запускает все современные игры. Идут они, конечно, не сказать, чтобы идеально, но играть можно. Поэтому я считаю, что нормально. Можно сказать, что он даже игровой. На этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.